Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я ее ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы «Украина во власти Евромайдана». Поговорим о том, кто на самом деле стоит за спиной евромайдановцев и революционеров. Что спровоцировало политический кризис на Украине. Кто финансирует русофобски настроенных националистов. И самое главное, как себя должна вести Россия в этой ситуации. Сегодня в нашей студии. Юрий Юрьевич Болдырев, экономист, публицист. Иван Игнатьевич Никитчук, депутат Госдумы фракции КПРФ. Петр Иванович Акаемов, первый зампред правления Совета землячеств Украины в Москве. И Иван Борисович Миронов, заместитель председателя партии Российский общенародный союз. И прежде чем мы перейдем к разговору об Украине, о том, что там происходит, предлагаю посмотреть видеосюжет. Украина. Хроника трагедий. Ноябрь 13-го. Юнакович и Азаров отказываются подписать документ об ассоциации с ЕС, который они же и готовили на протяжении всего года, а то и больше. Десятки тысяч сторонников евроинтеграции выходят на Майдан. Мирное стояние в поддержку курсу на сближение с ЕС определяет своих лидеров. Оранжевое западение с Еценюк, экс-боксер с видами нажительства в США и ФРВ Кличко, националист и антисемит Тигнибок. Первая попытка насильственного разгона Майдана. Провал. Переход к немирному стоянию. В результате многочисленных столкновений появляются первые раненые. Декабрь. Запад направляет в Киев многочисленных эмиссаров. Те настаивают на выполнении всех требований оппозиции и подписания соглашения об ассоциации. При этом тот факт, что ассоциация единовременно убьет всю промышленность Украины, не дав ничего взамен, просто игнорируется. Столкновения приобретают все более жесткий характер. Счет раненых идет на десятки, а то и на сотни. Власть демонстративно не применяет оружие. Более того, его у бойцов Беркута просто нет. Янукович едет за помощью в Москву и получает 15 миллиардов кредита и новые льготные цены на газ. Азаров получает возможность сверстать бюджет на 2014 год. Майдан отвечает на соглашение с Москвой новыми массовыми акциями протеста. Январь 2014. После Рождества и Нового года стояние на Майдане приобретает вяло устойчивый характер. Но поднимается провинция. В областных центрах захватывают здания администрации. Фактически идет стихийная смена власти на местах. 16 января Рада в одностороннем порядке без участия оппозиции и в режиме ручного голосования принимает ряд законов, ограничивающих возможности протестного движения. Майдан взрывается. В Киеве идут уличные бои. Первые жертвы. Причем с обеих сторон. Депутат Рады от партии регионов Олег Царев публикует тайную бухгалтерию Майдана. День стояния на Майдане 70 тысяч долларов. Атаки на Беркут по 100 долларов на нос. Источник финансирования посольства США и стран Евросоюза. Предложение Януковича оппозиции. Десенюк новый премьер, Кличко вице-премьер. 28 января. Добровольная отставка Азарова. Отмена законов от 16 января. Что дальше? Гражданская война? Развал страны? Досрочные выборы? Или компромисс, не устраивающий ни одной из сторон? Как вы оцените ситуацию внутри страны? Все-таки что стало спусковым крючком к этому противостоянию? И кто на самом деле контролирует ситуацию? Либо уже никто не контролирует. Ни Янукович, ни ушедшего отставку правительства Азарова, ни оппозиция, ни ГУЗДЕП, никто другой. Знаете, мне очень больно смотреть на все то, что происходит сейчас в Украине по той причине, что я родился в Донбассе, там я провел свою юность, там я начинал свой трудовой путь. И сейчас, когда мы здесь в Москве работаем в наших украинских землячествах, обсуждая эти вопросы, я лично прихожу все больше и больше к мысли о том, что вообще Майдан – это чисто американский проект. Давайте вспомним вообще-то, с чего начинался Майдан. Казалось бы, что Майдан – это был мирный протест против того, что Украина не пошла в Евросоюз. Но ведь перед этим, перед этим надо никогда не забывать, что на Украине есть средства массовой информации. И все эти средства массовой информации, они на сегодня практически в один голос агитировали и говорили, как хорошо быть Украине в Европе. Вот мой там живет родной брат в Донецке. В Симферополе и в Крыму живут мои одноклассники. В Киеве живет моя племянница. Я с ними постоянно, так сказать, на связи. Они говорят, вот все это время, практически полгода, все средства массовой информации только и говорили о том, и больше всего предоставляли право выступать польским активистам, общественным деятелями, которые говорили, вы знаете, как мы сейчас стали хорошо жить. Вы посмотрите, как Польша процветает. Вот если только вы пойдете в Европу, вот вы будете точно так же. Поэтому вот вначале, казалось бы, да, это был, может быть, действительно мирный путь. Но потом, как любая партия, партия всегда стремится к власти. И Евромайдан, по моему убеждению теперь глубокому, стал чисто борьбой. Борьбой за власть. Борьбой за власть, чтобы убрать Януковича, убрать Азарова. И к власти, чтобы пришли вот те силы, та тройка, которую мы сейчас видели на экране, которая бы возглавила и правительство, и взяла власть президентскую. Ну и тем не боку, может быть, еще отдали Министерство внутренних дел. Кто-то борьбу ведет. Это ведут именно украинские олигархи. Все четыре крупнейших канала контролируются либо Коломойским, либо Фиртышем. Там не только каналы. Там и все средства массовой информации, и печатные, и интернет. Они большей частью как раз направлены, во-первых, чисто антироссийского направленности. Мы это должны не отрицать абсолютно. И то, что они спровоцировали, провоцировали так, чтобы власть прислушивалась к тому, что будет сказано с Запада. Ведь посмотрите, все ценные указания, все деньги идут оттуда. Украине нет денег, чтобы спонсировать Майдан. Ведь кто поставил плечо, когда встал вопрос? Только Россия. Но Россия дала деньги не для Майдана. Она дала для того, чтобы промышленность поддержать, и сверстать бюджет, и социальные выплаты проводить. Америка не дала денег. Она дает только на Майдан, для того, чтобы они, вот эти ребята, которые там сейчас стоят, а это не ребята, а боевики, большей частью, шли к власти. Кто же сейчас, с вашей точки зрения, действительно контролирует ситуацию на Украине? И велика ли роль Запада? Вы знаете, я тоже родился на Украине, более того, я родился в Западной Украине, Ровенская область. Дело не в том, кто там, за кем стоит. Американцы, безусловно. Тут есть одна главная цель, задача, которая стоит перед Западом. Это как можно дальше оторвать Украину сегодня от России. Разъединить, разобщить. Развалили Советский Союз не для того, чтобы снова республики объединились на единое пространство, единое государство. Не было бы Майдана, если бы власть Украины не создала базу для того, чтобы этот Майдан появился. Если бы не та безмозлая политика, которую вела власть во главе с президентом, и семейственность, которая там, и дела его старшего сына, так сказать, и то, что в интересах, по сути дела, вот этих бандитских группировок работала власть. Вот Украина сегодня показала, что терпение народа не безграничное. То есть та же самая коррупция, тот же самый произвол олигархов, замыкание потоков финансовых и бюджетных на близкие к нему структуры. Абсолютно. Я думаю, что нашей власти российской тоже надо серьезно подумать над тем, сколько можно и свой народ российский, так сказать, сегодня и ценами убивать, и тарифами убивать, и, так сказать, всеми этими псевдо-судами, псевдо-демократией. Вот Украина показала, что... Сувенирная демократия рассыпается на глазах. Для того, чтобы сменить ситуацию в России, не нужно ни Навальный, не остальная голубая публика, а достаточно 20-30 тысяч украинцев. И все может в России тоже поменяться. Есть очень глубокие параллели между Россией и Украиной в той части, что есть фундаментальная непоследовательность. Режимом, который, скажем так, не блюдут себя... Да. Чисто плотно. Да, да, недостаточно, честно, очень трудно опереться на массы, когда их начинает клевать жареный петух. Но это уже в значительной степени сказано. Но все-таки фундаментальным является вопрос, с чего началось. Как бы мне ни не нравился наш режим, да, но в аналогичной ситуации, хочешь, не хочешь, выбор-то очень плохой. Очень плохой. Но, тем не менее, мы помним, с чего началось. Началось все-таки с попытки, не мытьем, так, катанем, но заставить подписать вот эту ассоциацию с ЕС. Не войти в ЕС, прошу прощения, просто... Соглашение об ассоциации. Да, чтобы все четко помнили. А войти в эту ассоциацию... С предбанником. Не наша задача, здесь вот мы в России, не наша задача убеждать украинцев, что это колониальный режим. Это они сами делают такой выбор. Но, братья-украинцы, почитайте, что в этих документах. Другое дело, что там все те же проблемы. Непереведенные документы, недосказанность, обман и так далее. То, что мы имели по ВТО в России, когда наши законодатели его лоббировали всеми силами. Вот как работает пропаганда, оболванивающая сейчас украинцев? Я специально оговорюсь, что вот мы здесь со стороны, мы должны быть очень деликатными по отношению к украинцам. Мы не должны говорить ничего такого, что вызовет у них какой-то протест, не дай бог вспыш какой-то ненависти, войны и так далее. Но я хочу именно со стороны показать, как работает пропаганда, как их оболванивают. Оболванивают. Вот вы сказали, что приезжало очень много польских эмиссаров. Общее место. Они на средствах массовой информации завладели. Да, 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 да. Которое сказано, как в Польше хорошо живет. Давайте не в ЕС, как в Польше, давайте под нас в ассоциацию будете жить, как мы. Любой экономист серьезный вам сейчас расскажет, что западные страны, прежде чем проводить политику свободной торговли, сначала сами поднимались на профессионизм. Так вот, очень хороший пример Польша. Это не 19-й, не 18-й, не 17-й век. Я бывал в Польше в 92-м, 93-м, 94-м годах, и я изучал тщательно, что там происходило. Так вот, Польша в 90-е годы выторговала себе у Запада, за какие-то, на каких условиях, право проводить очень жестко протационистскую политику. Вопрос элементарной национальной ориентации, национальной ответственности. Мы сейчас не говорим о том, что России выгодно, что Польша повелась так или иначе. О чем, что выгодно России, мы будем говорить, наверное. Но в данном случае мы говорим о том, что братья украинцы вас обманывают. Вас просто обманывают. Польша, прежде чем прийти к вам и уговорить вас пойти под Запад, сама получила возможность и блестяще реализовала вариант жестко протационистской политики развития. Польша на протяжении всех 90-х, 2000-х годов не вступала в зону евро, когда уже евро возник, а держала свой злотый. Почему? Потому что польская элита, правящий класс очень жестко национально ориентирован. Они считали, что евро будет содействовать не усилению, а разрушению экономики, они использовали эмиссионные инструменты для развития национальной экономики, для того, чтобы подтянуть польскую экономику до какого-то уровня. То есть я к чему об этом говорю? Если вы хотите как поляки, то работайте как они. Если вот не в интересах России, чтобы Украина шла в сторону Запада. Но в ваших интересах, если вы хотите идти в какую-то сторону Запада, России или Китая, выторговать такие условия протекционистские, чтобы вы могли защитить свое будущее развитие, они стали неуколонией. Давайте определимся с тем, что происходит. Я считаю, что все-таки это такая некая логическая информационная ловушка. Считать, что вот здесь есть белый, здесь красный. Здесь есть российский интерес, который представляет сегодня Януковича команда. И здесь есть Америка, Европа, которая вот как раз двигает и проплачивает эти Гнебока и Цунюка и Кличко. Конечно, нет. Нет такого. Люди, которые выходят, которых называют боевиками и наемниками, да, извините меня, ни за какие деньги человек не пойдет под пули, под дубинки, да, и под холод, и под болезни. Ни за какие деньги. Почему выходят? Да потому что надоел весь этот концлагерь. Страна, где право собственности заканчивается и ограничено аппетитами семьи Януковича и приближенной команды. Где пытают, где похищают, где нет работы. Конечно, когда человек доходит уже до предела, да, он иногда даже готов совершить самоубийство, но чтобы не находиться вот в этой ситуации, в которой он находится. Сегодня Россия не проводит национальных интересов на Украине, потому что это интересы узкой группы лиц, которые себя называют российской властью. Там нет ничего национального. Честно говоря, мне смешно слышать, говорить, что вот там Америка проплачивает Кличко и Майдан. Аж 70 тысяч долларов в день, да, по затратам. Но извините меня, посмотрите, что было у нас в ноябре. Бой Кличко с Поветкиным. Мы создали площадку, накачали политическим имиджем, потому что это был чисто политический, когда столкнули лбами с одной стороны русского Витязя, с другого вот этого западенца. И причем для спортивных экспертов, для публики, был уже ни для кого не секрет, как все это закончится, какой будет финал. И при этом еще заплатили 17,5 миллионов долларов при любом раскладе были, должны были заплатить. Это заплатил Роснефть и Московский ипотечный центр. Кличко, брату. Так вот, на эти 17,5 миллионов долларов можно там сколько? Более 200 дней, да, организовывать Майдан. И говорить о том, что платит Америка, платит Польша. Вот кто платит. Мы же сами платим, надуваем этих ребят. И говорить о том, что давайте вот держаться, Зуянукович, против них. До сегодня нету ясно сформулированной позиции российской власти. Вообще Украина сама по себе в том виде, вот этого независимого государства, это абсолютно противоестественная, да, такая геополитическая национальная конструкция, которая была создана, да, вот при большевиках. Не все, что было создано при Советском Союзе, это хорошо, да. Не все, что было создано, это успешно, эффективно. Вот создали эту структуру. И сегодня главный интерес России, который может быть там реализован, конечно, это раскол Украины. Потому что в этом случае мы, Россия, так или иначе заберет Крым, восточные территории, да, и центр, которые населены русскими в основном. Но тем не менее отрицают тот факт, что и Европейский Союз, и госпожа Нуланд, и Эштон, и очень многие, и тот же самый Макин, приезжают на Майдан, делают ставку огромную именно на так называемую системную оппозицию. На майдановцев, в принципе, тяжело это дело отрицать. И они даже сами говорят, что если бы не их деньги в 2004 году на Майдане, не было бы раньше в революции. Нет, конечно, в революционном пожаре все хотят обладать руки. Американцы большие искусники платить за то, что им нужно чужими деньгами, в том числе нашими. Я не исключаю, что в данном случае речь идет просто о элементарном сговоре, что не просто так заплатили эти 17,5 миллионов, просто какие-то силы зашли с правильной стороны, объяснили, что так надо сделать, поднакачать и все. Американцы большие искусники реализовывать свои интересы за счет тех, кого они хотят придавить. Это факт. Все-таки давайте мы вернемся к тому, что такое Майдан и почему он у нас возник и взбудоражил всю Украину и все общество, и Россию в том числе. Давайте посмотрим, кто на Майдане находится. Востока? Там нет практически. Вот я иногда вижу там флаг Донбасс или Кривой Рог. Ну это может быть там ну 5-10 человек. Остальные работают. Практически три области, которые, так сказать, давным-давно питают антироссийское настроение. Мы это все прекрасно знаем. И что за области? Ну Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская. Это такой не культурно-исторический тип? Это историческая память? Это издавна. Как только их присоединили к Украине, так они и стали питать ненависть. Там и боевики. Чего нам скрывать об этом? Ну все же мы знаем. Шла подготовка. Это не сегодня они вот появились. Эти ребята, которые в камуфляжах, с зубинками, с оружием пришли. Это было, я еще раз повторяю, попытка свержения власти. И второе, показать, что Украина никогда, вот я здесь согласен с Кичичком, никогда не будет с Россией. Абсолютно верно. Две позиции. Власть и оторвать Украину от России. Это мы должны четко себе представлять. И поэтому, если Восток трудится, работает, давайте еще раз ведемся к СМИ. Ведь посмотрите, антимайдан был. И проезжали, и выступали возле Верховной Рады, и защищали Януковича. Сейчас не будем говорить. Хороший, плохой. Защищали власть, которая сегодня есть, конституционно избранная, законно избранная. Но, мы видели это где-нибудь по телевизору, вот в таком объеме, в таком масштабе, чтобы мы посмотрели и сказали, да, вы посмотрите, оказывается, есть другая сила. Там, так сказать, совсем по-другому говорят. Там по-другому, так сказать, выступают. Ведь этого даже на российских каналах не было. Я уж не говорю про Украину. Там тоже практически этого не показывали. Вот о чем еще идет речь. Идет однозначная трактовка событий того, что происходит. А вот те лидеры, которых мы видим сегодня на Майдане, тоже и Цинюк, и Гнебок, тот же самый Кличко, а это ли фигуры политически самостоятельные, сильные, волевые, они могут возглавить не то, что протест, а прийти к власти, действительно, как-то повести страну в интересах именно украинского народа, если не так и обознено Януковича? Кто должен быть у власти? Человек с большим опытом, который владеет экономикой прежде всего, политический вес должны иметь. Боксерский вес у Кличко. У него никакого политического опыта, руководства нет. Он командой, наверное, боксерской не руководил. Вот давайте на минуту представим, что сегодня выпустят Тимошенко. Вот вышла она. Вот этих трех ребят не будет, они забудут, кто такие. Вот, поэтому она и сидит, ее и не выпускают оттуда. Вот, и поэтому, так сказать, Майдан, это действительно борьба. Борьба по-настоящему. И вот мне часто говорят, даже здесь московские друзья, и там говорят, почему не пошел Беркут? Почему не была дана Камаде? В одну минуту Беркут бы очистил и Майдан, и навел бы порядок. И не допустил бы того, чтобы захватывали власть в областях, которые сейчас произошел. Но Янукович проявил слабость. Слабость проявил. Вот чем еще вопрос. Он не стал гарантом Конституции, что ему положено. Прояви власть, и все было бы в порядке. То, что происходит на Майдане, очень большая вина России. Ее политики бездарной по отношению к Украине. Вот эти многие годы. Ведь власть, российское действие в интересах своих олигархов, все дело для того, чтобы как бы заставить Россию приползти на коленях и дать возможность российским олигархам захватить там все, что там есть. Та же самая политика проводится в отношении, скажем, Белоруссии. Но там, слава Богу, есть во главе государства стоит именно государственник, человек, который болеет за свою страну, за свой народ. На Украине этого нет. А в итоге получилось то, что вот получилось. И Россия там не укрепилась на Украине. И в то же время создали условия для того, чтобы этот самый возник Майдан. А если мы говорим про Януковича, все-таки его вина в том, что произошло на Майдане, вот этот всплеск политической нестабильности есть, то, что он-то ушел в Европу, потом он ушел в Россию, и там и там пытался выторгивать себе какие-то выгодные условия внешнеэкономические. И сегодня, говорит, что они готовы двигаться Европу, но несколько позже. Соглашение подпишут. Ну вот она, когда получат наши деньги, 15 миллиардов, раздербанят их, поделят, распилят, вот дальше они будут выбирать, что им предоставит Европа. А если бы Янукович еще в 2010 году, когда шел под такими русофильскими лозунгами, сразу пошел в сторону Востока и России на интеграцию, на такую геоэкономическую, геополитическую интеграцию с Россией, это бы могло сменить ситуацию? Понимаете, здесь должна быть дорога двухсторонняя. И с одной и с другой стороны должно быть устремление. Посмотрите, что Россия делала на Украине эти годы. Ну, бездарный один был посол у нас, Черномырдин, да? Царство небесное, как говорится. А теперь вообще, это не посол, это Зурабов, это здесь натворил дело. И какая его роль на Украине, как посла. Вы посмотрите, что делают американцы, какое посольство, полторы тысячи сотрудников в этом посольстве. Посмотрите, какие там центры созданы, влияние в том же самом Киеве. Посмотрите, как эти депутаты бегают в посольство Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда мы видим то, что творится на Майдане, и кто там действительно ситуацией руководит. Но ясно дело, что не президент Украины и не Путин. А если мы поговорим о тех требованиях, которые выдвигает Евромайдан на позиции революционера. Ну, в частности, один из главных лозунгов это досрочные президентские выборы. Раньше были готовы удовольствоваться малым, просто уходом от ставки в кабинет Азарова. В декабре его не отправили, отправили два дня назад. Но вот сейчас мы видим, что Кричко и Цнюк недовольны, считают, что это полумера, полушаг. Единственное, что аппетиты растут у тех, кто сейчас возглавляет Майдановское движение. К чему все идет? Надо понимать, что в условиях, когда все настолько коррумпировано, с одной стороны, с другой стороны, дирижируемо из-за рубежа, ну, мы просто, вот мне не дано знать о многих вещах, которые там под коверном происходят. Кто там с кем, о чем договариваются, кто кому что отстегивает, кого там выдвинут вперед, кого назад. Да это не так и интересно, на самом деле. Мне кажется, намного важнее другие вопросы, например, которые поставил уважаемый коллега, да, Иван, когда он сказал жестко, что в наших интересах расчленить Украину, да, ну, я был более аккуратен, нам нельзя, в общем, даже создавать образ России, как врага, который хочет расчленить Украину. Но, с моей точки зрения, вполне уместно ставить вопрос о другом. а в интересах ли самого украинского народа и западной его части, и восточной части, скажу честно, не обижайтесь, но меня больше интересует судьба восточной части Украины, меня больше интересует судьба граждан восточной части, они мне ближе, но я имею право на такой субъективный подход. Самый главный вопрос, меня в конце интересует судьба русских, в конечном счете, или тех, кто ассоциирует себя с Россией, независимо, что нравится нам или не нравятся сегодняшние режимы. В этом смысле, вот в интересах их или не в интересах такое расчленение. Ну, если мы сейчас скажем, Украину расчленить, нам скажут, а Россию, а Россию не, а что это вы такие лицемеры, да? Вот, так возникает вопрос, а почему мы к Украине с одним измерителем, да, а к России с другим? Вот, мне кажется, об этом важно говорить. Я скажу сейчас только один тезис. Почему, даже если бы было так, что Россия была бы сегодня по какому-то признаку расколота, условно скажем пополам на конь-юг или север или запад или восток, я бы до последнего боролся за то, чтобы Россия не была расчлена. Почему? В том числе потому, что Россия может и должна претендовать на статус государства, способного и обязанного себя защитить самостоятельно. Это фундаментальное отличие России и США, и Китая, и, может быть, Индии от большинства государств мира. Значит, если мы допускаем расчленение по какому-нибудь признаку России, то каждая из этих частей скорее всего уже будет не способна защищаться самостоятельно. Сибирь, Китай уйдет, Москва, это радикальное снижение способности самостоятельно защищаться. А что Украина? Претендует ли Украина не на хорошее место, на влияние в мире и так далее, а на то, что она способна самостоятельно защищаться? Но мы помним, что Украина сделала очень важный шаг почти четверть века назад. Она добровольно отказалась от ядерного оружия. В современном мире отказ от ядерного оружия это такая очень важная не только декларация, но и заявление о том, что мы собираемся строить какую-то политику, не рассчитывая на то, что мы защитимся сами, будем строить какие-то союзнические отношения. Значит, в современном мире с кем в союзе Украина целиком может быть, если одна половина рвется на запад, другая рвется на восток? С точки зрения защиты населения, защиты матерей, детей, будущего и так далее. С этой точки зрения надо напомнить, что гарантам неприкосновенности Украины с точки зрения внешней агрессии стали два государства. Россия и США. То есть, с точки зрения обороноспособности для Украины не трагедия. И последнее. Мы имеем очень мощный прецедент. Еще раз. Я не провоцирую на раскол. Я просто объясняю, почему с моей точки зрения возможен мирный исход, который может не быть трагедией для народа Украины. Чехословакия. Почему Чехословакия смогла мирно разделиться на Чехию и Словакию? Потому что, в принципе, они интегрировались в нечто, собирались интегрироваться, в нечто более общее, в цивилизационном смысле, в ЕС. И, в общем, такого разделения не стало трагедией ни для кого. Значит, я бы в этой ситуации ждал бы вопрос о том, возможно ли такое мирное, в случае, если дойдет до жесткого конфликта непримиримости, чтобы не допустить гражданской войны, возможно ли такое мирное разделение Украины в интересах в том числе украинского народа, чтобы оно не стало трагедией ни для кого, чтобы не возникли там железные надолбы, противотанковые ежи и так далее, чтобы это осталось мирно и цивилизованно. Мне кажется, этот вопрос важнее, чем кто там яценюк или кто из них кого съест. В продолжении нашей дискуссии грозит ли Украине распад на Запад и Восток, на тот самый Запад, который, по большому счету, ничего не производит и сидит в долгах и смотрит в рот Европе. И, с другой стороны, промышленно-индустально-развитый Восток, хотя, конечно, на старом оборудовании, советских технологиях. И сейчас предлагаю посмотреть как раз-таки на карту политического, и такое даже военно-политическое противостояние в Украине. Что сейчас там происходит и, в частности, какие области удалось по правительственно настроенным гражданам отстоять и где все-таки произошел захват территорий и областных администраций вооруженными формированиями. С вашей точки зрения риски раскола есть либо нет? Украина никогда не была с Россией после 1991-го года. Это миф. Что есть там пророссийская какая-то власть, которая проводит наш интерес. Ни одно правительство не проводило прорусский интерес. Это была попытка усидеть на двух стульев и просто качать из России деньги, которые дальше все дербанились по соответствующим карманам. Когда нам говорят, что Янукович это гораздо лучше, чем Тимошенко, и давайте оставим Януковича, потому что он управленец, действительно человек уважаемый, с отсидкой за изнасилование, за грабеж. Это классное управление. Донецкий криминальный бизнес. Да. Но почему каждый раз нас подводят перед выбором между одной с***чью и другой с***чью? Говорят, что эта с***чь она лучше, чем вот эта. Давайте ее возьмем, давайте ее оставим, как и в выборах в России. И еще по поводу раскола, который грозит Украине, не грозит Украине. Раскол уже состоялся. Он состоялся на ментальном уровне, на уровне восприятия страны. В любом случае это будет два лагеря. Поэтому, если он будет оформляться в течение вот этого мира или гражданской войны, то он будет просто оформляться. Он не будет происходить, он уже произошел. Если Запад ходит жить отдельно, ну пусть живут, пусть торгуют польской контрабандой, сигаретами, ворованными машинами, я думаю, это будет предел экономического роста для них. Иван, ну вот самое удивительное, что целый ряд областей, в частности в Донецке, в Харькове, когда проводились опросы, хотят ли они присоединения к России, то есть ухода из-под одной олигархической клики по другой олигархической клики, которая сидит в Москве, в принципе видно, что они этому не стремятся, они хотят проголосить автономию, быть независимой и от своих бандеровцев на Западе, и от кремлевской мафии на Востоке. И как вот эта ситуация будет в России? совершенно правильное замечание, что никто не хочет, чтобы до этого стригли одни, сейчас будут стричь другие. Ну не овцы, не бараны, это люди, которые пришли на Майдан выражать свой протест, выражать свой гнев против того, что происходит. И вот этот тезис махновцев, да, бей красных пока не покраснеют, бей белых пока не побелеют, он сейчас активно выдвигается на первый план. И вот почему сегодня вот это троица, их называют третушки на Украине, почему они отказались входить в правительство. Они бы рады выйти за конфликт, из конфликта, потому что это не те люди, которые пойдут на обострение. Это люди привыкли более к бизнесу, к политическому бизнесу, к комфорту, потому что не отпускает Майдан, потому что сегодня на Майдане во главе которого стоит правый сектор, националисты, которые как намагничивают вот эту абсолютно радикальную, жесткую, протестную публику, и которая готова стоять до конца, пока не будут реализованы все требования. Сегодня ни Кличко, ни Тегнебог, ни Цунюк, они уже не способны остановить вот этот накал страстей, который происходит в центре Киева и по областям, потому что люди почувствовали вот этот запах революции, запах перемен, который может быть реализован, если чуть-чуть надавить. По поводу боевиков, которые там участвуют. Вот если у нас начнется все, а это начнется рано или поздно, потому что это лекало, по которым в России будет кроиться, вышиваться ситуация такая же аналогичная, только более масштабная, более страшная, то вот такие живут ребятишки, молодые, подготовленные, крепкие, с ножами, с оружием, потому что уже сегодня в России вот идет, есть это предчувствие гражданской войны. Есть ощущение каких-то великих событий, которые грядут. События страшные. А на чьи деньги? В Украине очень много говорят про деньги местных олигархов, которые финансируют и оппозицию, и самому Януковича, и в СМИ всех стравливают. Вот в России кто будет финансировать? Я тоже не верю, что на какие-то деньги можно устроить революцию. Все равно революция, она прежде чем выходит на улицах, она уже сидит в нервах. Нужен импульс. Но без денег не проживешь на Майдане, хочешь ты этого, не хочешь. Значит, что касается раздела. Значит, мне здесь вот один товарищ, известный политолог, сказал, говорит, хорошо бы, конечно, Украина стала федеративным государством. Вот есть Запад, вот есть Восток, есть Крым. И почему бы, так сказать, не принять федеративное устройство? Это, конечно, дело внутреннее, пусть они решают, будет или не будет. Мы сейчас говорим о целостности Украины. Допустим, теоретически, что Украина разделится, хотя я в это не верю. При Ющенков поднимался ведь вопрос и в Луганске, и в Харькове. Собирались, и ставили вопрос о разделении Украины, но никто не решился на это. И правильно сделали, что не решились на это. Поэтому политика, это всегда вопрос поиска компромиссов. И вот сейчас идет как раз поиск компромиссов, чтобы удержать целостность Украины. И я за то, чтобы Украина была единой целостной. А вы поддерживаете такие инициативы, которые выдвигают в частности власти Крыма, о том, что уже пора бы России ввести свои войска, либо внутренние силы обороны ввести... Во-первых, Крым никогда этого не говорил, а последний руководитель, который сейчас нынешний руководитель, он сказал, что вот если придут в власти националисты, типа Тягинбока и ему подобное, то мы еще подумаем, выполняют ли законы, которые они будут принимать. Это уже тонкий намек на то, что да, мы, возможно, не будем выполнять это, а подумаем, может быть, о самостоятельности. Но я думаю, националисты не придут в власти, не допустят этого. И народ украинский прежде всего. Я не представляю, что такое украинский националист. Это или больной человек, потому что мы все понимаем, откуда пошла Русь. И что Киев – это мать городов русских. Когда говорят о том, что вот что такое украинский националист, что вот незалежно самостийна Украина, это вот глупость несусветная для меня. И для меня столь же глупость разделения Украины на разные части, там, западная и восточная. Если ставить такой вопрос о разделении, то тогда Россия, прежде всего, не заинтересована в этом разделении. Ибо если она возникнет, то тогда неизбежно возникнут территориальные притязания. Ведь очень большая часть Украины никогда не уходила в состав Украины. Большая часть территории никогда не принадлежала Украине. Это весь юг Украины, это Новороссийский край, это часть восточной Украины. И не дай бог, если произойдет или будут толкать разделению, это чревато очень большими неприятными последствиями. Поэтому мы не должны даже подталкивать, даже говорить на эту тему, мы должны наоборот говорить, что все мы и русские, и украинцы, это единый народ, который имеет единые корни. И мы не можем жить порознь друг от друга. А если мы говорим именно о политике России, Украине сегодня, скажем, последние два месяца, в частности, выделение кредита на 15 миллиардов долларов, точнее, открытие кредитной линии, пока выделили 3 миллиарда долларов, сейчас еще 2 миллиарда хотим дать, в течение ближайшего времени, скидка на газ, это правильные шаги, это правильные действия? Ну, это действия были, в принципе, правильные, только что они очень сильно с опозданием приняты. Это надо было делать гораздо раньше и в более спокойной обстановке. Сегодня некое сомнение возникает в принятых решениях, поскольку правительства нет, вот, когда будет новое правительство, тоже непонятно, сторона в кризисе, Украина не платит ни по старым долгам, ни по новым долгам. За газ не платит. Естественно, за газ не платит. Поэтому трудно здесь сегодня говорить, судить, правильно сделали, неправильно. С вашего точки зрения, Янукович, когда был в Москве, были тайные соглашения о движении на восток в таможенный союз, либо Янукович, как всегда, традиционно кинет Россию и будет потом постепенно, постепенно ловировать То, что он кинет Россию, если она останется у власти, у меня никакого сомнения нет. Кинет все-таки? Мне кажется, однозначно. То есть, политика усидит на двух стульях и нашим и вашим за три копейки спляшем. Есть государства, для которых раскол смерти подобен, как я считаю, для России, для Китая, претендующего на могущество, обороноспособность и так далее, для Индии, может быть, так далее, раскол смерти подобен. Для большинства других государств в мире, я не хочу никак унизить народы, живущие, и так далее, значит, есть другие стратегии и тактики самосохранения. Это обязательно присоединение к какому-то блоку. Проблема Украины, вот этот ментальный раскол, о котором мы говорили, заключается в том, что Запад, во что бы ни стало, на любых условиях, Запад Украины, даже не войти в Запад, а уйти под Запад на любых условиях, в том числе на условиях, с моей точки зрения, ну, крайне нехороших для самой же этой Западной Украины. Восток тяготеет к России. Что нужно делать в этих условиях, да? Мы не провоцируем раскол. Но для того, чтобы что-то делать нам сознательно или содействовать чему-то сознательно Украине, надо что-то делать сначала с Россией. Я приведу пример. Наш президент выступает, говорит, почему для нас неприемлемо, если Украина вступит в ассоциацию с ЕС, а мы оставим открытыми границами. Вот у них там будет отверточная сборка, они к нам это будут поставить, для нас это неприемлемо. Рекс, говорит наш президент. Смотрим документы, сообщения прессы, что у нас? Ведь мы их уговариваем, давайте вместе с Украиной будем развивать самолетостроение. А что у нас в самолетостроении? У нас в это же время не какие-то оппортунисты, враги, не какие-то с болотной площади нехорошие люди, там, оранжевые, а ближайшие друзья Путина, там, Роснефть закупают, там, два десятка самолетов канадских. Они, значит, там, для освоения севера и так далее, и так далее, их собираются отверточной сборкой собирать у нас в Ульяновске на 120 миллионов долларов. И тут же оговаривается, что это будет больше, дальше, потому что уже выразили интерес МЧС, и все выразили интерес не в будущих российско-украинских самолетах, которыми мы пальчиком пытаемся смоить Украину, а вот в этих, которые собираются делать в Ульяновске. Для того, чтобы украинцы с восточной Украины пошли защищать не Януковича, а будущее, связанное с Россией, Россия должна стать более ясной, однозначной, последовательной и притягательной. Украина уже поставила вопрос перед ВТО, о пересмотре, там, 250, по-моему, позиций ВТО, им вот так щелчком по носу, идите, ребята. А Россия радостно только что сдала свои позиции ВТО. То есть, еще раз, для того, чтобы провести сильную политику, надо быть сильными. Значит, вот только что был отчет счетной палаты в конце того года, какие госпрограммы не выполнены. Ни по одному показателю, среди них какая фундаментальная с точки зрения политики, в том числе и сильные позиции в отношении Украины. Перебазирование Черноморского флота не выполнено, ни по одному показателю. Срывают. Как можно вести сильную политику России по отношению к Украине, если мы свои же планы элементарные не выполняем? Тут стал вопрос, что такое националисты, украинские националисты, и вообще это очень такая идеологическая такая химера, вроде бы, на первый взгляд. Я разговаривал с людьми, которые представляют украинских националистов, и они очень так интересно дают определение москаль. Вот для них москаль это не этническая такая составляющая русского человека. Для них это представитель администрации и представитель правоохранительных органов, который вот сидит и вот качает с бедных украинцев. И вот сегодня вот правый сектор, мы сейчас увидели на примере Майдана, как стремительно в Украине, а это я скажу, в России будет то же самое, как набирает вот этот рост и национализируется протест. Когда в качестве локомотива становятся националисты. Почему? Потому что это самый искренний, самый честный протест, который не завязан ни на одну из сторон. И здесь уже, как я сказал, вот эта троица, она уже заложники националистов. И очень много, скажем, наших соратников из России, русские националисты, они сейчас участвуют в этих событиях. Они все едут туда. Конечно, Майдан, если дальше пойдет эскалация конфликта, радикализация его, то, конечно, он будет выдвигать новых лидеров, которые именно целиком опираются на площади. Что делает Россия? Как реагирует народ? Для России сегодня это исторический шанс вернуть свои исконные земли. Вот то, что было сказано, Крым, Новороссийск, весь этот юг и часть центра. И упускать этот шанс нельзя. Если снова Украина сохранится как полноценное государство, она тоже никогда не будет российской. А когда со свастикой ходили, показывали, и самовидезали, извините меня, это часть уже украинского менталитета, противоставления сей империи, это раз. И во-вторых, Бендера, но это тоже, простите меня, он так и в концлагере посидел. Опять-таки, это их уже дело. Я говорю, вот есть культ Бендера, но пусть будет культ Бендера. Националистов как-то обелять не стоит. Я хочу сказать, я не понаслышке знаю, что такое бандеровцы. У меня родного дядька вместе с теткой спящими с автомата расстреляли. Дядька прошел всю войну, значит, вернулся домой и в итоге погиб ни за что. Вот. Поэтому, когда мы говорим о бандеровцах, то мы должны помнить, и это не сказки, а это так и было, когда топорами приходили, рубили грудных детей в колыбели. И всю семью под корень, так сказать, виноваты или не виноваты, кто-то что-то сказал, вот, ахты с москалями, их, значит, сразу же приходили и уничтожали полностью. Поэтому, знаете, вот для меня, например, хотя я сам хохол, да, украинец, но для меня бандеровец это не человек, это зверье, которое, ну, просто невозможно даже человеческим языком объяснить, что это такое. Маленькую реплику, чтобы, да, чтобы я тоже, да, оказался непонятым. Мы же о чем говорим? Вот не дай бог, чтобы вот эта резня повторилась. Эта резня повторится, если все будет оставаться вот в том положении, которое существует сейчас. Вот если бандеровцы придут к власти, резня повторится и начнут коммунистов убивать. И вот та резня, о которой вы говорите, она произошла, потому что произошло вот это абсолютно противоестественное геополитическое объединение. И бандеровцы сейчас, как вы их там называете, все-таки националисты украинские, они же там, даже вот западники, они претендуют на западную часть. И не требуют ни Крыма, ни Новороссийск, ни Вашего. Это не совсем правильно, да. Вы посмотрите, что бандеры, самого бандеры, по-моему, испугались даже сами бандеровцы, когда они вывесили его портрет на здании захваченном Министерства аграрной политики. И когда поляки, так сказать, они вспомнили, как бандеровец срезал этих поляков и евреев, так они через два часа убрали этот портрет, спрятали, повесили Шевченко. Вот что такое бандера. Это никогда не надо забывать. Это действительно был жесточайший враг России, Советского Союза и палач по-настоящему. И второе. Значит, не надо забывать и второй момент. Ведь, казалось бы, найден какой-то компромисс о том, что наступает амнистия, но при условии все здания, которые были захвачены, должны быть освобождены. И что ответил на это Майдан, который сейчас там находится, вот тот самый правый сектор. Ведь он сказал, а мне плевать на все это. Какие вы там не примите решения, мы все равно до конца будем стоять. Им нужна президентская власть, их не устраивает меньше. Абсолютно верно. Им нужна власть, неважно теперь даже кто. Не надо забывать, что кооперация сильная, российского населения там больше, чем надо. Если мы сейчас бросим опять Украину, как бросили во всех наших СНГ странах, мы опять будем потом жалеть и получим массу беженцев к нам сюда, в Россию. Я опять же не провоцирую раскол, но вообще-то все сильные мира сего поддерживают не вообще весь объект, а своих на этом объекте. Поддержать надо не Украину, а восточную часть Украины и тех, кто согласен прислушиваться к нашим интересам. Это первое и второе. Какой бы ни был Янукович, я с ним не знаком, но еще раз, государственная власть несет ответственность за порядок в стране. Что Янукович избран легитимно, это никто не отрицает. В этой ситуации, конечно, надо признать, колоссальная вина Януковича, правительства администрации, в том, что они вовремя не применили силу, когда первый же коктейль молотого только появился где-то на тротуаре. Упустили контроль. Есть вещи, которые должны пресекаться жестко. Они это вовремя не сделали, это их вина ответственность, что сегодня можно сделать им и тем нашим, кто с ними работает, виднее. Я здесь советовать не могу, но в отношении того, что говорил Иван, что вот у нас обязательно это будет так, так, так. Вы знаете, не дай бог нам, чтобы у нас возникла ситуация, когда кто-то на асфальт выставит коктейль молотова, а власть, какая она нам не была, сразу жестко это не пресечет. Вот это допускать нельзя. Что бы ни было, коктейль молотого на асфальте власть должна пресекать мгновенно, иначе жертвы могут быть колоссальны. Во-первых, то, что касается приход власти бандерцев, это будет трагедия, не только для украинского народа. Вы посмотрите, еще они не у власти, уже запрещают, запретили, значит, компартию, уже запрещают советскую символику, ну, то, что уже памятник Ленину разбили, ну, это вообще варварство, которое трудно представить. Это пусть на... И второй момент, вот я с Юрой полностью согласен, что делать России. Действительно, если мы не поймем, что Россия должна быть примером для других, и что она должна быть центром притяжения к себе, ничего не изменится, будет только усугубляться ситуация. Посмотрите, Белоруссия, союзные государства, это вопрос не двигается, он мертвый пока что. И именно потому, что Россия скорее отталкивает от себя, чем притягивает. Вот в чем проблема. Хочешь, не хочешь, если ты не готов становиться рабом любого господина, то ты должен делить мир на своих и чужих. Ну, никуда не деться, мир так устроен. Ты можешь это видеть широко, как-то объемно, действовать умно, можешь тупо, глупо и так далее. Но все равно хочешь, не хочешь, приходится. Значит, в современном жестком противостоянии, хочешь, не хочешь, Европа занимает жестко антироссийскую политику. Проводит. Занимает жестко антироссийскую позицию. Почеркиваю, не антипутинскую. Мне этот режим наш совсем не нравится. Но Европа вместе с США последовательно проводит антироссийскую политику. Никуда не деться. Те, кто сознательно, сознательно, целенаправленно хотят быть в этом блоке с Европой, а не с Россией, хочешь, не хочешь, они становятся нашими противниками. Надо просто трезво об этом себе давать отчет. Не говоря уже о тех временах, когда Бандера и их наследник, это само собой, я с вами здесь тут на согласии, но и сегодня, в современных условиях, еще раз, я отдельно, специально отделял. Вот что, мне кажется, в интересах, если я абстрагируюсь, то в интересах западных украинцев, если они не хотят сгинуть вообще, разложиться, они вот хотят, предположим, отдельно западная Украина идет в Европу, в их интересах, ребята, прислушайтесь, вести себя как Польша, а не как советуют польские эмиссары. Это их интерес. Если говорить о нашем интересе, то тогда честно, ребята, вы идете туда, вы в этой ситуации становитесь нашими противниками по тому, какой расклад происходит. Если будет мир и дружба наша с Европой, и завтра ситуация изменится, то и вы не будете нашими противниками, но если мира и дружбы не будет, а похоже, Европа и США ведут курс так, чтобы не было мира и дружбы, то тогда и вы вместе с ними окажешься нашими противниками. Это честно, мы должны об этом честно говорить. Нас интересует не судьба всех украинцев, нас интересует судьба тех, кто с нами. Большое спасибо, уважаемые гости, на этой ноте весьма такой пессимистичный, с надеждой, что все будет гораздо лучше в России, чем на Украине. Хотелось бы подвести черту под нашей дискуссией, и прежде чем закончить передачу, хотел бы озвучить результаты голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий. Главная причина событий политического кризиса на Украине состоит в следующем. 3% считают, что тут резкий рост национализма. Примерно 22% респондентов, что это результат интервенции Запада. 10% что-то неумелые действия команды Януковича, сами довели ситуацию до такого глубочайшего кризиса. И 65%, то есть подавляющее большинство, что это политика украинской олигархии и чиновничества. Большое вам спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней дискуссии. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова